Праздник радости, семейного тепла и всепобеждающей любви – Пасха. Православные верующие готовятся к этому светлому дню с особым благоговением. Один из главных атрибутов праздника – крашеные яйца, как символ воскресения. Вкусные, полезные, экологически чистые их производят в крестьянском фермерском хозяйстве «Гладкое», что в Ленинградской области. Наша съемочная группа побывала на ферме, познакомилась с ее руководителем Татьяной Половой. Следующий сюжет будет посвящен этой удивительной женщине и ее пернатому хозяйству. Недалеко от железнодорожной платформы в поселке Рахья расположилось крестьянское фермерское хозяйство «Гладкое». Здесь на пяти гектарах живут и утки, и гуси, куры, индюки. Хорошие, хорошие. С любовью и заботой занимается всем этим хозяйством Татьяна Пойлова. Она – руководитель фермы. Начала развивать свое сельское дело с 1998 года. В 90-е годы мы оказались без работы. Мы решили заняться тем, что вообще всегда в душе у русского человека. Почему с возрастом тянет куда-то к земле, в деревню? Ну, потому что здесь свобода. И мы почувствовали, что мы это сможем сделать. Мы взяли пять гектар земли и занялись птицеводством. Сейчас у нас в хозяйстве примерно две тысячи бройлеров разновозрастных и примерно где-то около трехсот куриц несушек. Чуть солнце показалось из-за туч, гуси устремились к пруду. Специально для них создали водоемы. Их три. Рядом лес, где очень любят гулять куры. А к вечеру все возвращаются домой. Сегодня здесь ждут гостей. На постоянное место жительства привезут 480 цыплят. Для них все подготовлено. Последний штрих – засыпать пол хвойными опилками. И птенцам тепло, и запах приятный, и экологически чисто. А этому на ферме уделяется большое внимание. Здесь не делают птицепрививок, не дают антибиотиков. Натурпродукт, говоря современным языком. Очень хорошо, когда люди понимают, что это натуральные продукты. Мы рекламируем здоровое питание, потому что я, как председатель движения сельских женщин, у нас самое главное в Ленинградской области, самая главная задача – довести информацию до людей, что натуральное питание – это здоровье. То есть у меня шесть внуков, у детей нет аллергии, понимаете? А это уже дом для курочек, наседок. Каждый день хозяйка фермы собирает корзину яиц. А это один из важных продуктов для встречи самого радостного праздника – Воскресения Христова. С Божьей помощью творятся все дела, признается Татьяна Борисовна. Земля наша освящена, у нас тут был крестный ход. Я благодарю Господа за то, что Он нам дает силы, что мы можем работать на этой земле. Я очень землю люблю. И, конечно, без Божьей помощи никак в этой жизни ничего не получится. Поэтому даже когда тяжело, говоришь Господу спасибо за то, что есть. Продукция хозяйства Татьяны Пойловой по праву считается одной из самых вкусных в Ленинградской области. Ее фермерское хозяйство принимает активное участие в выставках и ярмарках. Очень приятная обстановка на ярмарке, понимаете? Там какое-то успокоение, и люди спокойные. Приходят люди на ярмарки, ну, не простые люди, они не сумасшедшие с улиц, а приходят люди глубоко верующие, они несут с собой добро, с ними приятно общаться. И они так благодарят за то, что вы не представляете, когда мне приходят и говорят, спасибо большое, у меня ребенок стал кушать суп. Заслуженный фермер Татьяна Пойлова также будет участвовать и на пасхальной выставке-ярмарке, которая 28 апреля откроется в Митрополитчьем саду Александра Невской лавры.